Друзья, всем привет! Меня зовут Милослава Краснопольская и вы на моем канале. Здесь я делюсь полезным творчеством и самыми разнообразными идеями, шитьем, которые вы можете легко повторить. На этой неделе я сделала пояс на заказ с вышивкой камнями и бисером. И, конечно же, не могла не поделиться с вами этой классной идеей. Такие изделия можно носить как в обычной жизни, так и на какие-то важные концертные мероприятия. И это может быть отличным подарком. Ну и вообще я решила в этом видео объединить все украшения, которые я с удовольствием ношу, которые вы можете сделать своими руками. Все время их использую, поэтому давайте начнем. Итак, сейчас вы видите набор из трех украшений. Это пояс, браслет и бусы. О каждом расскажу подробнее. Надела их с платьем, потом это будет черное платье. Но вы видите сейчас, как это смотрится. Камера, конечно, красоты не передает. Итак, нам понадобится фетр, клей и плоские камни. Для начала мы просто все наклеиваем, крупные детали. И теперь нам понадобится тонкая иголка, бисер и леска. С помощью бисера формируем оправу для камня. Я использую металлизированный бисер, который все-таки повторяет именно вид оправы, либо прозрачный бисер. Дальше вы можете и делать более мелкие детали, точно так же продолжая использовать бисер. И сейчас вы видите мои украшения, браслеты. Это недоделанный еще пояс. И одно из моих любимых украшений. Кстати, самое первое. Здесь снизу еще подклеены цепи на металлической основе. Дальше необходимо основу из фетра слегка обжечь зажигалкой. Таким образом она закрепляется. И вы сможете быть уверены, что бисер по краям не осыпется. Также вы можете пришить застежки. И последним шагом я приклеиваю это все к основе. Какой-то кожаной, либо ткани, которая не сыпется. Готовый результат. Красиво, аккуратно, очень стильно. Это украшение одно из моих тоже любимых на шею. Прекрасно смотрится в повседневной жизни. Ну и, конечно же, с нарядными костюмами. В повседневной жизни я ношу такие украшения с простыми элегантными платьями. Одно, и вы сейчас видите как раз на мне, сшитое оно без выкройки. И у нас есть подробные видеокурсы, благодаря которым вы можете научиться шить быстро и просто. Даже не обладая совершенно никакими навыками. Скидка на большой пакет 50%. Также каждый курс вы можете купить отдельно. Вся информация будет в описании к этому видео, а также в прикрепленном комментарии. Ну а сейчас небольшой отрывок с показа коллекции. Каждая девушка сшила себе платье без выкройки. Ткани мы выбрали струящиеся. И в контраст к этому украшение из камней. Второе название коллекции это хозяйка медной горы. Вернемся к нашему украшению. Еще раз хочу обратить внимание на то, что это не так сложно, потому что крупные, достаточно крупные и массивные камни и металлические детали дополнены бисером. И буквально за пару вечеров вы это сделаете. Ну и теперь хочу представить вам, как сделать украшение на шею. Нам понадобится набор фурнитуры для создания украшений. Вы так это и ищите в поисковике. И увидите наборы, где есть штифты, колечки, все самое необходимое. Штифт это вот такая металлическая с крючком палочка. Мы ее продеваем. Обязательно камни должны быть с дыркой. Отрезаем лишнее, оставляя где-то 6 миллиметров. И с помощью круглогубцев делаем петлю. Так как вы делаете плойкой кудряшку. Получается вот такой готовый элемент, который вы можете использовать как в серьгах, так и в других любых украшениях. Дальше я взяла разъемное кольцо, на которое креплю цепочку. Кольцо замыкаю. И как вы видите, получается интересный элемент. Сейчас я покажу, как его использовать в виде серьги. Но в дальнейшем оно уже будет элементом из колье. Я показываю, как бывают различные дужки. И вот сейчас это очень легкий вариант съемной дужки. Пожалуйста, сережка готова. Продолжаем собирать колье. Кольцу крепим цепочку. Кстати, все эти бижутерные сплавы легко вы можете кусачками разъединить, если вам необходимо это сделать. И также вам показываю, как можно сделать окончание шнура. Специальные вот такие элементы тоже присутствовали в наборе. Готовый результат. Все собирала по интуиции. Все, что нужно, вы уже знаете. Цепочка, камни и веревочка. И, наконец, браслет. Один из самых любимых за последний сезон зимний. Здесь просто к основу из фетра. В данном случае у меня шерсть. Необходимо приклеить полотно со стразами. Это самоклеящееся полотно. Тоже так вы его и найдете. Оно есть на маркетплейсах. Приклеиваете, ставите кнопку и носите прекрасное украшение. Ну и последнее это серьги-кисточки. Подробный мастер-класс есть у нас на канале. Ссылку в прикреленном комментарии я обязательно оставлю. Ну а здесь покажу, что это все быстро, просто и для вас будет доступно. Необходимо собрать все материалы. И вот сейчас вы видите специальные нити. Обматываем, разрезаем пополам. Точно так же делаем шапочку, формируем петлю. И здесь вы видите, как нужно отпарить серьги над паром. Еще раз повторюсь, что мастер-класс подробный есть. И вы можете его посмотреть, повторить. К летнему сезону отличный вариант. Стильно, элегантно. Также можно использовать в различных аксессуарах. Ну и здесь я показываю, как я храню украшения. Надеюсь, что вы вдохновились. И теперь больше не боитесь никаких трудностей. Обязательно повторите и сделайте для себя и своих подруг какое-то украшение. Жду вас в телеграм-канале. Также жду вас обязательно каждую субботу в 18.00 по Москве. Творите, шейте, будьте с нами. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok